Дорогие друзья, доброго времени суток! Я приветствую вас на канале Око Таро. Зовут меня Ольга и сегодня я хочу представить вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 25 ноября по 1 декабря включительно для знака Зодиака Лев. Уважаемые львы, напоминаю, что гадание имеет общий характер. Оно подойдет и для женщин, и для мужчин, и для тех, кто в паре, и для тех, кто одинок. Надеюсь, что каждый сможет для себя найти что-то важное и полезное. Но не забывайте о том, что гадание общее и те карты, которые лягут сегодня на стол, могут подойти только какой-то одной определенной категории людей. Но если вы досмотрите это видео до конца, я больше чем уверена, что даже если не по всем сферам жизни с вами будет что-то резонировать, то, возможно, срезонирует где-то в другом доме, и вы для себя действительно найдете полезную информацию. Пользуйтесь себе в облако, присоединяйтесь, присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Сейчас по традиции, пока я перетасовываю колоду, вы, как обычно, можете загадать картам один вопрос. Всего лишь один. Тот, который вас на сегодняшний день волнует больше всего. Та карта, которая останется на дне колоды и будет являться для вас ответом на ваш вопрос, да или нет, но ее мы рассмотрим в самом конце чтения всего вашего расклада. Также она будет для вас еще и как подсказка в отношении вашего вопроса, что же вам нужно делать, если карта вдруг будет негативного рода, то мы будем понимать, какими могут возникнуть препятствия. Устанавливайте временной срок, и мы с вами продолжаем. Первая карта вашего расклада покажет вас самих на начало этого периода, ваши планы, мысли, эмоции, ваши действия, также ваше настроение и ваш общий запас энергии. Кому нужно больше времени для того, чтобы загадать свое желание, ставьте на паузу, а мы с вами продолжаем. Итак, первая карта. Замечательно. Дальше мы посмотрим общий фонд событий всей этой недели, что же войдет в вашу жизнь, что ждет наши семейные пары, что вы чувствуете в отношении своего партнера и что он или она чувствует в отношении вас, что происходит в вашей рабочей сфере, что ждет вас во внешнем мире, в социальной жизни, также что ждет одиноких львов и посмотрим события, которые войдут в вашу жизнь уже в конце этого периода. И по традиции карта совет для вас, на что нужно обратить внимание, что делать или чего не делать вообще. Итак, друзья, начинаем. Вы помните также, что карта, которая осталась на дне колоды, это ответ на ваш вопрос. Наберитесь терпения и скоро мы к ней обязательно дойдем. Первая карта вашего расклада показывает вас на начало этого периода. Десяточка чаш. Прекрасная, замечательная карта. Эта карта говорит о том, что, конечно же, на начало этого периода у вас прекрасное, замечательное настроение. Возможно, у кого-то положительно завершились выходные, может быть, вы встречались со своими родными и близкими, и, может быть, у вас этот позитив остался, и ваша душа светится. Конечно, по этой карте ваши мысли сосредоточены на вашем доме, на вашей семье, на ваших детках, у кого есть дети, у кого есть родители, вы думаете также и о родителях, вы думаете обо всех и сразу. Многих из вас по этой карте действительно ждут какие-то праздники, юбилеи, свадьбы, дни рождения, крестины. Это может быть и просто дружные встречи всей семьей. Возможно, вы что-то собираетесь организовать, возможно, вас куда-то кто-то будет приглашать. И эта карта об этом. Конечно, уверенность в своих силах, уверенность в своих возможностях. Также эту уверенность дают вам ваши родные и близкие, с которыми вы взаимодействуете. Это ваша опора, это ваша крепость. Общий запас энергии замечательный, и вы сможете эту энергию пронести сквозь всю эту неделю и решать все свои вопросы. Десяточка чаш также говорит о каких-то благотворных переменах в вашей жизни, которые вот-вот уже должны наступить. Давайте посмотрим события всей этой недели. И здесь мы видим карту «Старший Аркан Суд». Эта карта говорит о том, что вы, уважаемые львы, независимо от того, кто смотрит, мужчины или женщины, в каких-то делах возложили на себя очень большую ответственность, какая-то важная на вас миссия. Возможно, эта карта указывает на проблемы рода, дома, семьи, либо вы чувствуете большую ответственность за своих родных и близких, может быть, за ваших деток. Кто-то нуждается в вашей помощи, и вы думаете, как кому-то помочь. Также эта карта может говорить о том, что у кого-то действительно есть судебные вопросы, так как это карта суда или какие-то спорные, конфликтные, неясные моменты в жизни, которые нужно решать. Эта карта говорит о том, что час настал. Действительно, эту проблему нужно решать здесь. И сейчас вас жизнь сама подведет к тому, что вы будете действовать. Действовать будете быстро и решительно по этой карте. Конечно, благородство вашей собственной души. По этой карте желание улучшить как-то жизнь своих родных, свою собственную жизнь. По этой карте, возможно, вы хотите какой-то правды. Возможно, действительно кто-то нуждается в вашей помощи, и эту помощь кому-то вы будете оказывать. У кого-то по этой карте могут быть вопросы, связанные с документами, с бумагами, с госструктурами. Такое тоже может быть. Давайте посмотрим, что происходит в ваших парах, для тех, кто в паре. На ваше чувство выпала карта королевы чаш, а на чувство вашего партнера выпала карта королевы жезлов. Обратите внимание, две королевы. Очень интересная комбинация карт. Если говорить в общем по этим картам, я бы не стала сразу пугаться. Почему? Потому что эти две карты могут говорить о двух женщинах-верных подругах. Возможно, эта карта указывает на вас, уважаемые женщины-львы. Хотя вот эта карта ваша собственная, персональная. Вот наша королева жезлов. Но здесь мы рассматриваем вашу персону. И вот эта карта говорит о том, что на этой неделе у вас появляется больше душевных качеств, больше какой-то эмоциональности, какого-то сопереживания кому-то. Эта карта может показывать на женщину вашей же стихии. Либо эта женщина может быть темненькая, кореглазая, либо рыженькая, с которой вы взаимодействуете в рамках вашей семьи. То есть это может быть любая родственница. Может быть, это родственница вашего мужа или его мать, так как она выпала на его сторону, если смотрят меня дамы. Здесь искренняя дружба, искреннее желание помочь друг другу. Это может быть и сестра, и кто-то еще, даже ваша дочь. Это может быть какое-то совместное обсуждение всего того, что происходит в вашем доме. Здесь по этим картам есть доверие в отношении друг друга. Но куда подевался ваш мужчина, если смотрят меня дамы? Если говорить о вашем мужчине, посмотрите, все-таки в мыслях он держит именно вас. Вот теперь карты рассматриваем с точностью, да наоборот. Здесь теперь это вы в его голове, потому что это ваша огненная масть. Конечно, ваш мужчина видит вас как красивую, сексуальную, желанную, непредсказуемую в какой-то степени и очень интересную. Ему всегда с вами интересно, ему всегда с вами не скучно. Но все-таки я бы взяла карты дополнения, потому что очень неоднозначная ситуация. Если смотрят меня мужчины-львы, то эта карта может говорить о том, что вы думаете сразу о двух женщинах. Для кого-то это может быть ваша дочь и ваша супруга, да, то есть это ваши женщины номер один в вашей жизни, о которых вы думаете и ставите их на первый план. Но давайте все-таки возьмем дополнение. Нет, я все-таки возьму другую колоду. И посмотрим, что же здесь все-таки такого интересного происходит. Здесь прям какая-то интрига у нас. Давайте возьмем три карты отдельно для женщин и три карты отдельно для мужчин. Я думаю, это будет правильно. И вот одна карта спешит сама собой. И обратите внимание, снова выпадает женская молодая особа. Далее, вторая карта. Третья карта. Это какие-то встречи, дороги, которые вы ожидаете, милые дамы. То есть эта карта показывает вас самих. Даже если вы женщина в возрасте, эта карта вас показывает как молодую душой. Вы думаете о каких-то встречах, свиданиях. Может быть, ваш мужчина пока на расстоянии, где-то на заработках, либо в какой-то командировке. И поэтому дома две родственницы, как две подруги. Вы обсуждаете вашего супруга, ждете его, не дождетесь. И весточки вас обязательно в ближайшее время какие-то ждут, очень и очень положительные. Карта совета для вас. Карты говорят о том, что да, есть какие-то трудности, есть препятствия, есть какие-то преграды на сегодняшний день в ваших отношениях. Этой преградой для кого-то может быть и расстояние. Может быть, у кого-то ссоры и конфликты, поэтому пока вашего мужчины я не вижу рядом. Такое тоже может быть. И возьмем еще одну карту для разъяснения. Ну, вот какая бы ни была у вас ситуация в паре, в течение ближайшего месяца она для вас разрешится, и что-то неясное станет для вас явным и понятным. Главное, берите какие-то ключи от решения какой-то проблем в свои руки, милые женщины, и вы все сможете узнать, сделать и реализовать то, что вы задумали. Вот как интересно. Давайте возьмем для мужчин другую колоду. Посмотрим, что происходит у наших мужчин, львов, если смотрят меня все-таки мужчины. Три карты для вас. Карты показывают какое-то общественное место. Также карты показывают выбор вариантов в вашей голове. И, скорее всего, какая-то женщина рядом с вами, с которой вы общаетесь непосредственно на своей работе, либо где-то встречаетесь в каких-то госзаведениях. Даже если вы встречаетесь где-то на нейтральной территории, вас связывают, может быть, какие-то общие бизнес-дела. И у наших мужчин действительно, если смотрят меня львы-мужчины, может быть, две дамы. Это супруга или кто-то еще. И вот здесь уже мы расставили точки над «и». У женщин, понятно, у вас ситуация более-менее нормальная. Все зависит от вас самих. У мужчин здесь две женщины, и вам нужно определиться с выбором. Отношения и с той, и с другой женщиной развиваются. Но пока я вижу, что вы остаетесь в своей семье. Вот такая вот была докладочка интересная, неожиданная. Давайте посмотрим, что ждет наших одиноких львов в период этой недели. Здесь у вас выпала карта короля чаш. Несмотря на то, что вы относитесь к стихии огня, Конечно, эта карта показывает вас как мужчину, возможно, уже в кого-то влюбленного. Кто-то вам очень нравится. В этой карте вы проявляете инициативу в отношении кого-то. Все в ваших руках. Вы очень нравитесь женщинам. Вы очень привлекательны. Вы очень красивы. И многие женщины хотели бы принадлежать вам. Все в ваших руках, милые мужчины. Действуйте, и у вас все получится. Если смотрят меня одинокие женщины-львы, то эта карта говорит о том, что вам, может быть, нравится какой-то мужчина стихии воды. Это может быть рыба, рак или скорпион по гороскопу, но не обязательно. Это может быть просто голубоглазый блондин или светленький мужчина, с которым у вас может быть какое-то душевное общение, и вы мечтаете об этом мужчине. И для мужчин, и для женщин по этой карте это, конечно же, влюбленность. Это какие-то чувства, которые действительно развиваются и интересны обоим из партнеров. Давайте посмотрим, что происходит в вашей рабочей деловой сфере. Здесь для вас выпала карта «Принцессы чаш». Эта карта говорит о том, что если смотрят меня львы, которые до сих пор не имели работы, работу вы обязательно найдете, если будете искать, но проявите больше серьезности. Вы переключаетесь на что-то другое, вы не сильно сосредоточены на мыслях о работе, вам хочется еще какого-то отдыха, какого-то праздника. В вашей голове много каких-то мечтаний, фантазий, и вы немножечко отлетаете от земли, и вам нужно чуть-чуть больше заземлиться, если говорить о тех, кто не работает. Если вы работаете, эта карта говорит о каких-то хлопотах, которые на этой неделе вам предстоят на вашем рабочем месте. Но это будут хлопоты, которые будут вам приятны. Это какое-то положительное общение в кругу вашей работы. Возможно, кто-то занялся каким-то новым делом, каким-то новым проектом. Пока для вас все очень интересно. Пока вы на каких-то больших чувствах, на больших эмоциях. У вас с кем-то прекрасное общение и прекрасное взаимодействие. Это какие-то и переговоры, и телефонные звонки. И даже если рядом с вами какие-то коллеги или люди, с которыми вы по работе общаетесь, это приятное общение. Желание сотрудничать друг с другом. Конечно, это то, что принесет вам результат в будущем. Какая-то большая душевность на вашей работе. Давайте посмотрим, что происходит во внешнем мире. И здесь для вас выпала карта «Десяточки Пентаклей». Замечательная карта материальная, которая предвещает вам деньги. Деньги могут к вам поступать из любых источников. Также и с вашей работы к вам может идти какая-то сумма по «Десяточке Пентаклей», так как все-таки эти две карты рядом. Но это могут быть и любые другие источники доходов, с которых вы получаете деньги. Возможно, к вам приезжает какой-то ваш родственник и заедет к вам с какими-то подарочками издалека. Такое тоже может быть. «Десяточка Пентаклей», конечно, показывает, в общем-то, дом, семью. Но так как она выпала на внешний мир, возможно, это еще какие-то родственники, какая-то родня, которая даст о себе знать, и с кем-то вы будете общаться. Общение выгодное, приятное. Обе стороны получают удовольствие. Если говорить обо всех остальных связях во внешнем мире, то же самое. Здесь удачные договора, удачные контракты, удачные сделки. Все то, что принесет вам очень и очень хорошую прибыль по «Десяточке Пентаклей». Замечательно. Давайте посмотрим, что будет происходить с вами в конце этого периода. Здесь выпала карта «Семерочки Чаш». Эта карта, конечно, говорит о каких-то эмоциях, о каких-то переживаниях. Обратите внимание, уважаемые львы, несмотря на то, что вы относитесь к стихии огня, вы люди довольно-таки деятельные и прагматичные. Как много в вашем раскладе выпала карта «Чаш». Это говорит о том, что вся эта неделя будет для вас высокоэмоциональная. Ваш расклад начинается с «Чаш» и заканчивается «Чашами». И также в центре вашего расклада мы видим «Пожа Чаш». И, кстати, по карте «Пожа Чаш» может быть кто-то влюблен на своей работе в кого-то, и, может быть, вам кто-то нравится, такое тоже может быть. Здесь есть и «Королева Чаш», и «Король Чаш». Это говорит о том, что многие меня смотрят с семейной пары. И, возможно, вы смотрите этот прогноз вместе, и о каких-то делах вы переживаете вместе. Но в конце этого периода по «Семерочке Чаш» это какая-то иллюзия в отношении каких-то для вас вопросов. Эта карта может говорить о том, что просто вы погружаетесь в какие-то свои мечты, фантазии, вы думаете о чем-то еще, что-то вам хотелось бы, может быть, в жизни попробовать новое, может быть, кто-то из одиноких сердец мечтает о том, чтобы с кем-то действительно познакомиться еще. Вас интересует противоположный пол по этой карте, это 100%. Хочется по этой карте какой-то легкости, какого-то флирта. У многих женщин-львов по этой карте это как встречи в конце этого периода с подругами вашими, да, может быть, вы где-то встречаете, что-то вместе обсуждаете, может быть, вы где-то отдыхаете в каком-то баре или ресторане, да. То есть эта карта может также говорить об этом. Но здесь какие-то мечты, надежды, которые пока только в вашей голове, только в ваших проектах. Вы из-за чего-то переживаете, но в чем-то пока нет основательности, да. То есть здесь пока просто мечтаем. Но в любом случае в конце этого периода эта карта предвещает все-таки вам отдых. И я эту карту всегда рассматриваю так же как карту творческих людей. То есть вы себя, в общем-то, могли бы попробовать в разных направлениях, в разных сферах. Вам только нужно определиться, куда же направить свои таланты. А у вас их по этим картам, которые я вижу, очень много. Давайте посмотрим карту совета для вас на эту неделю. И здесь для вас выпала карта двоечки жезлов. Карта двоечки жезлов говорит о том, что в вашей жизни действительно есть какие-то противоречия, в каком-то важном для вас деле или вопросе вы будете нуждаться в помощи. Возможно, в этой помощи нуждается кто-то из ваших самых-самых родных и близких. И эту помощь вы готовы будете оказать. Вы размышляете и думаете, как лучше поступить. Пока по этой карте вы не знаете, как вам действовать. Возможно, у кого-то вопросы ваши упираются в финансы. И именно из-за финансовой стороны, из-за того, что какая-то нехватка денег, в каких-то проектах вы не можете двигаться вперед. Возможно, кто-то по этим картам рассматривает для себя каких-то два равноценных шанса, две равноценных возможности в вашей жизни. И вы не можете определиться с выбором. Но по этой карте в любом случае вам еще как нужна дополнительная помощь кого-то. И несмотря на то, что деньги к вам поступают по десяточке Пентакли в достаточном количестве на этой неделе, все равно для каких-то вопросов и для реализации чего-то, к сожалению, может наступить момент, что денежек может не хватать. И мы видим, что какие-то вопросы остаются открытыми и нерешенными. Для многих из вас это просто противоречия какие-то в вашей душе, с которыми вам нужно разобраться по этой карте, так как это карта совета. И давайте посмотрим карту, которая осталась на дне колоды. Это ответ на ваш вопрос, момент истины. Карта Шута. Очень неоднозначная карта. Эта карта говорит о каких-то новых начинаниях. Она говорит «да». В общем-то она говорит «да». Но в отношении вашего вопроса есть очень много факторов риска, факторов неожиданности. Плохая где-то в чем-то пока подготовка. Есть какой-то форс-мажор, есть какая-то спонтанность и в ваших поступках, и со стороны внешнего мира все как-то происходит сумбурно. Эта карта говорит о каком-то беспорядке в отношении вашего вопроса. И эта карта говорит о том, что вам нужно проявить больше организационных качеств и больше серьезности. Если вы задали вопрос, связанный с творчеством, эта карта, конечно, прекрасная. Она говорит о новом обучении, о новом образовании. Если вы задали вопрос, связанный с дорогами, с путешествиями, прекрасно, вы попутешествуете, вы поедете, вы для себя познаете много нового и интересного. Откройте действительно для себя целый мир по этой карте. Рядом с вами есть еще рядом преданный человек, который буквально постоянно, изо дня в день, переживает о вас ежеминутно и ежечасно. Это может быть кто угодно, для кого-то супруг, супруга для кого-то, мама или отец, брат или сестра. Но рядом с вами есть человек, который беспокоится о вас. Конечно, эта карта говорит да, но больше нужно какой-то основательности. В особенности, если задали вопрос, связанный с какими-то документами, важными коммерческими сделками. Эта карта говорит о том, что проявите внимательность. Есть какая-то поспешность в решении дел. И есть люди из внешнего мира, которые могут вести себя немножечко несерьезно. И это может являться для вас помехой. То есть, если у вас какие-то важные коммерческие сделки, эта карта говорит о том, что много форс-мажора и у вас не хватает какой-то основы под ногами. То есть, об этой основе нужно подумать. Это карта старта в каких-то новых начинаниях. То есть, начинаем с точки отсчета ноль. Если это новое дело, новое предприятие, точка отсчета ноль. Если вы задали вопрос, связанный с личными отношениями, эта карта говорит о каких-то легких, непринужденных личных отношениях, которые пока не ведут ни к чему серьезному. Это просто прекрасный отдых и познавание друг друга. Удовольствие в этом моменте. Живем здесь и сейчас по этой карте. Если задавали вопросы, связанные с зачатием, эта карта прекрасная. Она говорит о том, что зачатие будет, зарождение. Но это может быть и зарождение какого-то нового дела и предприятия. В общем-то, как видите, для вас, уважаемые львы, на эту неделю выпал расклад довольно-таки неплохой. За исключением вот карты суда. Давайте возьмем на нее пояснение. Какие есть скрытые факторы, которые вам нужно на сегодня знать в отношении вот этой спорной, сложной ситуации. У каждого она своя. У кого-то это семья, у кого-то это работа, у кого-то это просто какой-то конфликт, у кого-то это, может быть, какие-то документы. Давайте посмотрим, что вам нужно знать на будущее, чтобы ваши дела шли хорошо, чтобы эту ситуацию для себя решить максимально благополучно. Давайте возьмем три карты и спросим у Вселенной. Вот две карты пошли сами собой. Посмотрите, ситуация действительно какая-то кармическая, очень давняя. В ней задействовано очень много людей. К сожалению, здесь идет какое-то натянутое общение, то есть обмен любезностями дежурными. То есть вы кому-то говорите какие-то фразы, которые кто-то хочет услышать, и вам кто-то отвечает тем же. То есть в каких-то важных для вас разговорах как будто бы нет искренности. Да, мы что-то обсуждаем, мы о чем-то говорим, но каждый думает о чем-то своем. Ситуация какого-то конфликта и каких-то споров. Карта совета для вас в этой ситуации. Какую линию поведения вам нужно выбрать? Вот сама Вселенная говорит о том, что вам нужно бороться. Будут какие-то обходные пути. Ищите обходные пути в отношении своего сложного вопроса. Вот эта карта говорит о том, что вы сможете преодолеть препятствия, но вам нужно искать какие-то лазейки. То есть если закон, как говорится, нельзя нарушить, то по этой карте его можно обойти. Ну и возьмем еще несколько дополнительных карт все-таки. здесь ситуация связана с какими-то может быть финансовыми потерями для кого-то. Также для кого-то эти карты говорят, что здесь очень много людей, которые каждый думает о своей выгоде, о своем интересе, о своей корости. Поэтому какой-то вопрос у вас застрял и не решается. Для кого-то эта карта может говорить о том, что если у вас болеющие родственники, что действительно да, ситуация сложная, уходит много финансов, много нервов, но ваша ситуация закончится благополучно. С кем-то вы сумеете договориться, возможно позже, возможно не сразу, потому что по карте звезды эта ситуация не одного дня. Вы должны ее решать уже сейчас, уже на этой неделе начинаете делать какие-то шаги, но вам еще предстоит пройти еще целый путь по карте гора. Это то, что вам нужно и предстоит преодолевать. Пытайтесь вести себя максимально корректно для того, чтобы все-таки получить для себя желаемое и об этом говорит карта сердца. Возможно, кто-то вам еще поможет из ваших родных и близких либо людей, тех, которые к вам ближе всего находятся. Уважаемые львы, вот таким для вас был расклад на эту неделю. Я всем желаю счастья, я всем желаю удачи, пусть у вас сбываются все ваши надежды, планы и мечты. Если вы где-то видите негативные карты в раскладе, это не приговор, это возможность менять что-то в собственной судьбе благодаря полученной информации. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться, друзья. А сегодня всем до свидания.